всем привет последняя неделя 2023 года мы тут были два дня потом уехали на три дня на океан сейчас поставлю пару фотографий отдыхали там и потом вернулись опять сюда еще на 3 дня вот показывает успели за вот этих пять дней были такого светлого цвета и зайти я их просто перекрасила в черный это две полочки и будут еще две мы еще сюда просто не привезли сейчас покажу поближе и вот так сложена на них вещи со временем все еще поменяю но пока что вот такой стайлинг получился так потом мы еще сделали дырку вон там за телевизором сделали такую дырку специально так не видно и провели кабель от телевизора через стену и этот кабель вышел в другой комнате сейчас покажу и в другой комнате мы его включили в розетку вот тут он выходит из стены и включается в розетку и потом в этой комнате я вот так красиво все спрятала за вот такой лесничкой с пледиком и получается что этот кабель совсем не виден или телевизор как будто висит вот так вот него что не включен без всяких кабелей так это второе еще мы полностью закончили камину поставить его никак не можем потому что все что-то там у нас течет и течет же не лазил уже два раза на крышу все там смазывал скреплял но все равно когда идет дождь капает вода вот так что мы еще думаем сейчас покажу как мы разжигали камин же они его полностью уже сложил все вещи на место мы дождались погоды немножко без дождя вынесли его на улицу и растопили в принципе он полностью готов чтобы его поставить но надо решить проблему с тем что там капает и откуда же она протекает так показываю дальше тут мы закончили полностью весь вверх вот сделали эту дверку прицепили ее полностью и тут я поменяла еще вот стайлинг в принципе это уже конечный результат мне нравится я довольна вот как все получилось очень удобно тарелки стаканы тут стоят и надо лазить тумбочки там вот книжки поставила это такой живой настоящий цветочек и немножко украсила к новому году так что еще эту дверку мы не сделали пока что не дождались не привезли на во время крепления это пока не готово но вот принципе все кроме вот этих дверок чтобы их повесить и бэк сплэш плиточка тут принципе кухня готова тут мы повесили картину но мне кажется что она немножко слишком высоко висит хочется и немножечко еще ниже спустить может быть как вот сюда я хотела чтобы она была на уровне с окном но мне кажется это слишком высоко мне кажется и надо спустить на уровень с вот этими картинками чтобы вот так было наверно будем ее немножко перевешивать иду дальше показывать самая огромная работа которую мы сделали это вот в этом гостевом туалете сейчас покажу видео как она тут все было как мы это разбирали значит полностью сняли этот старый два слоя старого линолеума потом старую прослойку пола оказалось что этот унитаз тут тек очень сильно и тут все почти прогнило но в состоянии которое вот вот еще можно спасти если бы еще чуть-чуть спасти наверное уже было бы нельзя вот она все уже высохла но вот тут все было очень мокрое так и сняли еще тоже потолок полностью потому что тут тоже есть еще одна проблема тут стоял такой вентилятор который влагу всасывает и выводит на улицу он у них не был подключен правильно тут не было никакой трубы вот как тут у нас воздух с кухонной вытяжки выходит через трубу на улицу но тут воздух не выходил через трубу на улицу он просто шел по вот этому пространству и там вот такая маленькая дырочка выходила на улицу поэтому хорошо что мы это сняли тоже вовремя заметили иначе от влажного воздуха вот эти доски тоже начали портятся поэтому это тоже будем все менять переводить кабели на эту сторону там ставить такую же трубу как тут выводить это все туда из крыши на улицу вот потом мы заделали вот эту трубу и поснимали все краны с ванной почти все вот еще осталось вот этих один кран и регуляторы регуляторы и вроде бы все ну и построили вот эту коробочку и я позаделывала уже дырочки всякие подготавливаю стены к покраске вот сейчас покажу какие у нас планы на этот потолок мы хотим его опить такими досками не будем зашивать его гипсокартоном так ну на это у нас ушло практически два дня на разборку этого туалета сейчас покажу что еще успели и построили сюда вот начальную базу шкафа она будет крепиться к стене и потом и тут по краям будет зашиваться такими палочками тут будет две длинных дверки и тут две коротенькие дверки и получается что и очень хорошо подошло что вот эти две плиты у нас осталось с кухней мы их даже не отрезали и они идеально подходят как раз по то чтобы тут был шкаф для таких вешалок вот оно прям идеально по ширине подошло так что в этом шкафу будут висеть всякая одежда на вешалках куртки и всякое такое так поэтому сделали так а повесили еще зеркало очень тоже хорошо все подошло и поставили дверь и еще успели вот сюда поставить новую дверь сначала хотела сюда стеклянную искала и не могла долго найти что нам надо и потом нам вот эту дверь отдали бесплатно большое спасибо она была немножко уже чем этот проход точно так же как дверь в ванную но мы добавили вот сюда такие балки и смазали проход и вот она отлично подошла теперь все три двери в этом коридоре поменены поменены и вот как дверь выглядит со стороны постирочной ну правда еще надо поставить ручку и вот отсюда сняли такую большую большой старый коричневый ящик в сорокалетней давности и вроде пока что все всем пока пока